Приветствую вас, и то, что вы описываете, является следствием двух моментов. Первое – это образность. Вы пишите, что влюбляющий не любит в себя, когда влюбляешься в себя, не любишь в себя. Вот это образность, то есть определенный образ того любимого человека, которого вы рисуете, есть в корне проблемы. То есть, когда вы влюбляетесь, вы влюбляетесь в образ мужчины. И вы влюбляетесь, потому что это нужно вам. Именно вам нужно только. Когда влюбляются в вас, то вам мужчина этот не нравится, он не подходит под ваш опыт, и потому нет взаимности. Отход от образа, отход от некой идеализации, от стремления к идеалу в личном, в личной сфере, поможет вам оценивать поступки мужчины в отношении вас. позволит вам влюбляться так, чтобы хотеть делать человека счастливым. И делать человека счастливым безусловно, не ожидая ничего в ответ. Не стремяйся что-то получить. И тогда у вас будет гораздо больше шансов построить отношения. Если влюбляешься в человека, который не любит тебя, и по этому поводу мы переживаем, это говорит о том, что мы влюбляем для чего-то, такого, что нужно именно нам. То есть нам нужна эта любовь, эта влюблённость. Она даёт нам что-то, чего нам не хватает. Вот. Когда влюбляются в нас, когда влюбляются не те люди, ну которые нам хотелось бы. И это связано опять-таки с тем, что у нас есть чёткое представление о том, кого мы хотим видеть рядом с стороны, типаж, образ и так далее. И поэтому отход от образа помог бы вам перестать испытывать подобные чувства. Отход от ожиданий, внутренних ожиданий в плане отношений помог бы вам смотреть на человека, на людей здраво и объективных. Так, чтобы вы всё-таки смотрели на то, как он с ним, что вы чувствуете, как вы с ним общаетесь, есть ли у вас с ним общий комфорт, взаимодействие и так далее. А образы, значит, идеал, это хорошо, но они не должны мешать построению ваших отношений. Второй момент связан с тем, что обычно так бывает, что, значит, влюбчивость в человека, безответная влюбчивость, помогает им получить опыт. Опыт заключается в том, что не в каждого человека, который нравится, который вызывает спать, он должен влюбляться. Не к каждому человеку стоит открываться и доверять в свое сердце. Это очень важно. И вряд ли этому можно научить, потому что никакие рекомендации и прочее не дают понять лично каждому, кому нужно открыться, а кому не нужно этого делать. Это происходит лично на собственном опыте. И пока вы этот опыт еще получаете. И понятно, что вам больно. Вам больно, значит, вы страдаете, когда, например, влюбляетесь в незаимство. Вам может быть неловко, когда любят вас, не любят и вы. И тут нужно понимать еще и такой момент, что очень часто отношения бывают на незаимности. То есть вы как бы позволяете любить себя. Вопрос в том, насколько вам с человеком хорошо, насколько вам с ним комфортно, удобно и так далее. И если он вас во всем отбраивает, то стоит подумать. А может быть ваша любовь, допустим, в вашей стране придет потом? Позже. Главное, чтобы было уважение, взаимопонимание и, наверное, нацелиться друг на друга, а не на себе. А чувства могут прийти не зря. Они могут прийти потом. И главное здесь все-таки смотреть на людей более реалистично. Отойти от идеализированных представлений об отношениях. И тогда не все, но некоторые вещи станут для вас более простыми для понимания. На этом все. Надеюсь, что это помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам может понравилось, то сделайте его лучше. Пожалуйста, буду помочь. Благодарю. А пока желаю вам всего доброго.